В России по официальным данным трудится более 300 тысяч наших граждан. С начала года к работникам Минтруда обратились более 400 мигрантов по поводу задержек заработной платы. Сумма общего долга перед нашими гражданами составляла почти 35 миллионов рублей. Также ведомство добилось выплаты за травмы на производстве. «За три года работы нашего представительства в России, благодаря нашим специалистам, 965 граждан Кыргызстана смогли получить почти 69 миллионов рублей задержанной зарплаты. Кроме того, 11 гражданам, которые получили травмы на производстве, мы смогли помочь получить компенсацию в 4,8 миллионов рублей». Министр добавил, что спецпредставительством Минтруда в Российской Федерации организовано бесплатное жилье кыргызстанцам, которые оказались в трудной жизненной ситуации в России, а также оказывается им правовая помощь. За первые полугодия текущего года по республике было выделено более 13 тысяч квот для иностранных граждан. Это составляет 53% от общего количества выделенных квот. Всего было выделено 25 тысяч. В основном трудовые мигранты прибыли из таких стран, как Пакистан, Бангладеш и Китай. «В первой половине этого года по республике было выделено квот для более чем 13 тысяч иностранных граждан. При этом следует отметить, что наибольшее количество иностранных специалистов было привлечено в промышленность и строительство. Это 62,3%, а также в энергетику и горнодобывающую промышленность. За последние годы министерством в рамках квотирования было создано более 1300 тысяч дополнительных рабочих мест для наших граждан. Всего через установление квот и выдачу разрешения на работу в республиканский бюджет поступило почти 194 миллиона сомов». Минтруда также активно продолжает оказывать услуги по трудоустройству граждан внутри страны. На сегодня официально безработными являются 8 тысяч человек. 80% из них имеет только школьное образование. По этой причине министерство первым делом обучает их на краткосрочных курсах, а затем находит им работу. «На сегодняшний день актуальными профессиями на рынке труда являются в сфере производства, особенно в сфере лёгкой промышленности, в сфере строительства, серии услуг. И показатель желания наших безработных граждан в получении данной услуги с каждым годом увеличивается. По итогам первого полугодия 2004 года около 5000 граждан уже направили на обучение. И по итогам прохождения данных курсов трудоустроили больше 50%. Данная работа продолжается». Помимо этого, кыргызстанцы легально устраиваются на работу и за пределами страны. Это страны Европейского Союза, Персидского залива, Восточной Азии, а также пространство СНГ. Только за 6 месяцев этого года за рубежом было трудоустроено 12 тысяч человек. «Наши граждане более полтора тысяч человек трудоустроены и работают на территории Южной Кореи. Также на сегодняшний день интерес большой проявляется, как я ранее сказал, стран Европы, а именно в Турции на сегодняшний день трудоустроено более трех тысяч человек. В Германии более 800 наших граждан работают. Также большой интерес проявляют наши граждане по трудоустройству именно в Словакии, в Литве, в Польше и в Венгрии. В итоге за прошлый год было всего трудоустроено наших граждан легальным образом, так скажу, более 18 тысяч человек». В стране третий год как успешно реализуется проект «Социальный контракт», благодаря чему 12 800 семей успешно начали предпринимательское дело. В этом году по 100 тысяч СОМов получат еще 23 тысячи семей. На этот раз граждане получат не только деньги, но и бизнес-сопровождение. «В этом году безвозмездная помощь будет оказана более 20 тысяч семьям. И вместе с тем разрабатываются новые методы для повышения эффективности и устойчивости каждого реализуемого проекта. Например, по инициативе председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Аклбекул Симбековича Чачапарова участникам проекта «Социальный контракт» начнут предоставляться беспроцентные кредиты на три года в размере 200 тысяч СОМов». Ведомстве отметили, что Минтруда продолжит активно реализовывать задачи по предоставлению адресной социальной помощи нуждающимся категориям населения, охране труда, внедрению активных мер занятости, расширению охвата трудоустройства и профессионального обучения. Эрми Куренкеев, Мирлан Джанабеков, Эльтер Бишкет.